Всем здарова, с вами Нок и это новости ДНБ Инфо. Событий на прошлой неделе произошло не так уж много, тем не менее, кое-что интересное я вам всё-таки расскажу. Сегодня у нас будет инфа о дебютном альбоме Доза и Локус, а также другие классные анонсы. Погнали! На той неделе Доза и Локус немного рассказали о своём дебютном альбоме под названием Resonate, подготовка и написание материала, для которого заняли около трёх лет. Хотя, как говорят сами парни, большая часть была сделана в последний год. На протяжении всего времени, что существует проект, Бенни и Рене изучали и постоянно развивали своё звучание, которое постепенно стало выглядеть так, как, например, в недавних Of Cause и Get Nasty, с такими задорными фанковыми мотивами. Тем не менее, как говорят сами продюсеры, звук в лонгплее будет довольно разнообразным. Они хотели отправиться в некое путешествие и заодно захватить нас с собой. Trip этот представляет собой дорогу по различным стилям, которые повлияли на творчество парней. Resonate должен выйти в ноябре на Viper, но перед релизом нас, как водится, будет ждать несколько релизов, один из которых мы услышим уже в августе. Это будут две разные по настроению работы. Одна из них, My Love, записана совместно со школьным другом Доса, который, если верить словам артистов, очень крутой джазовый пианист. Также в записи принимала участие вокалистка Урси. Её голос вы уже могли слышать в треке Stone Love, вышедшем пару лет назад. Очень душевная тогда вышла работа. От My Love я жду чего-то подобного. А вот о треке The Bird Бенни и Рене рассказали немного. Известно, что это коллапс марки, который будет обладать позитивным летним звучанием. Ну да ладно, совсем скоро мы с вами и так сможем услышать превьюшки и лично оценить оба трека. Если я правильно понял, вышедшие ранее треки в Resonate не войдут, так что нас ждёт абсолютно новый материал. Ну, может не совсем новый, но точно не выходивший ранее. Что ж, будем посмотреть. А теперь переходим к коротким новостям. Уже 28 июня у Ivy Lab выйдет мощный коллапс Two Fingers, название которого Orange. 5 июля на 0101 Music выйдет классная EP-шка от японца на Bepro, наиболее известного своими хип-хоп и R&B работами. Недавно парень переключился на более агрессивные и быстрые направления, и Мастек, основатель 0101, с радостью предоставил ему свою площадку. Биллайн дал ещё один намёк на то, каким будет его Nomads Revenge LP. Обычно музыка добавляется в кино для создания особой атмосферы. Адис хочет сделать всё наоборот. Он хочет добавить музыку в кино, что бы это ни значило. 28 июня в московском клубе R&DM пройдёт очередная вечеринка Эвабас, на которой выступят Iron Types, Subminders и ещё много классных артистов. Организаторы вместе с нами хотят вернуться к истокам и воссоздать особую атмосферу настоящего андеграунда. Вход недорогой, так что если заинтересовало, то обязательно приходите. А 29-го залетайте на Paper Funk Session, который также пройдёт в R&DM. В лайнапе заявлены Paper Clip, Derek, Lowriders, Smokey Dick, Rot и другие крутые ребята. Если вы прожжённый рейвер и вас не пугают повреждения нейронных связей и панические атаки, то парни рады видеть вас на своей вечеринке, которая всегда была пропитана керосином и запахом пыльных ангаров. Ссылки на оба мероприятия вы найдёте в описании видео. В ближайшее время у Аков выйдет трёхтрековый релиз на RAM Records. Подробной инфы пока нет, но уверен, появится она совсем скоро. Недавно ребята с YouSoFet запустили буст мощной эпишки от венгерского продюсера Discrite. Также на днях запустился буст 48-й части нейропанка от Беса. Судя по превьюшке, будет, как всегда, очень плотно. Ссылки на оба буста в описании. Zombie Cats всё. Недавно парни сообщили об этом в своих соцсетях. 31 июля выйдет последний релиз, после чего проект официально прекратит своё существование. Помните, в одном из недавних выпусков я говорил о грядущей эпишке Dialogues? Так вот, несколько дней назад мы получили превьюшки и дату релиза. Deathrun EP выйдет на Shellshock уже 1 июля. InCode на днях сообщил, что совсем скоро у него выйдет четырёхтрековая эпишка, которая практически полностью написана совместно с рецептором. Одним из треков будет Сука, засветившийся в 47-й части нейропанка. И напоследок новости от Тексмана. В ближайшее время на Плайес выйдет его новый трек под названием It Comes At Night. С новостями на сегодня всё. Если вы хотите поддержать проект материально, то в описании видео и канала есть ссылки на Яндекс, Киви и Пейпел. Ещё в описании выпуска вы сможете найти ссылку на видео про недавно образованный проект под названием Буроук, которое я выложил пару дней назад. Так что если не видели, то переходите и смотрите. А ещё ставьте лайки, кидайте видео друзьям, подписывайтесь на канал, инстаграм и паблик ВК. С вами был Нок, всем пока!